Приветствую коллеги, аналитики валютных рынков и торговые идеи от компании Тикнил и с вами я, Артур Идиатумин. Распродажа на рынках суверенного долга, то есть в государственных облигациях, которая на прошлой неделе, как вы, наверное, заметили, пересла просто в стихийный такой дамп на рынке, на этой неделе она сбавила обороты, но не прекратилась. Смотрите, у нас по США был этот рост, о котором говорят рынки, который привел в смятение фондовый рынок, в том числе, но затем у нас произошло здесь облегчение, но началась у нас новая неделя, получается у нас снова доходность 10-летних казначейских облигаций, она перешла в рост. Нужно заметить следующий момент, если вы смотрели мы предыдущие видео, я говорил, что у нас отток не только с бандов США происходит, у нас происходит отток с государственных облигаций Европы, Австралии, Великобритании и так далее. В общем, это был такой глобальный объект инвесторов с рынка облигаций, такое осознание, что банды сильно перекуплены, нужно выходить, для этого нарастает обстановка соответствующая. В общем, так как это было глобально, нужно оценить вот эта тенденция к росту доходности сегодня, которую мы в понедельник видим, вот эти наметки, снова на рост доходности, он проявляется на других рынках или нет? На самом деле, на самом деле, ситуация у нас на других рынках более стабильна, если, например, мы посмотрим, что у нас по доходности, допустим, немецких облигаций, вот видно, что у нас вниз пошла доходность. Также можно посмотреть по Великобритании, да, что там у них произошло, тоже десятилеткие, если мы берем с вами, также смотрим, также вниз у нас доходность идет, мы видим, ну, отрицательное значение, значит, доходность снижается. Возьмем австралийские, да, банды, также они терпели бедствие на прошлой неделе, на этой неделе, что мы видим, также очень быстрое, резкое снижение доходности, это говорит о том, что, ну, у нас инвесторы возвращаются, ну, на рынок облигаций, здесь картинка не показывается. В общем, мы видим, да, вот здесь у нас по вот этим рынкам, по десятилетним казначейским облигациям Германии, Великобритании, Австралии у нас везде снижение доходности, это значит, помним, да, то, что падает доходность, растет цена облигаций, и растет цена облигаций, значит, возвращается спрос. То есть, по сути, ну, обратно заходят инвесторы в эти бумаги, что вызывает снижение доходности. Но, что интересно, у нас по США, по США, такого не происходит, у нас доходность продолжает, как мы видим, расти, да, вот здесь нащупала она, получается. После этого, сколько она нащупала здесь поддержку, и снова переходит в рост, это говорит нам о том, что какой-то вот, ну, отток с американских бандов, он у нас, ну, сохраняется. То есть, по сути, ситуация еще хрупкая, ну, и, собственно, поэтому, поэтому мы в понедельник видим, что, несмотря на позитив на, ну, на фондовых рынках, в рисковых активах, у нас хорошо себя чувствует доллар, он не успел среагировать вниз, он не пошел вниз, потому что для этого, для этого нужна была дальнейшая вот реакция, дальнейшее особление, дальнейшее, как бы, снижение отката доходности, да, которого потянуло, так же доллар вниз. Но это не позволяет, получается, сейчас рынок трежерис доллару начать снижаться, да, в общем, таком макро-тренде, это вот, фискальный стимул, политика ФРС и так далее, не позволяет пока рынок трежерис это делать, поэтому, поэтому нужно, как бы, ждать, когда вот здесь произойдет какое-то развитие. Собственно, развитие на этой неделе, оно как раз-таки ожидается в четверг, когда будет говорить глава ФРС Джереми Пауэлл. На прошлой неделе, когда у нас была вот фаза вот этого роста, вот здесь, да, резкий вот этот подъем, стихийный дамп, о котором мы говорим, очень удивительно дали сухой такой комментарий представители ФРС Пауэлл, другие чиновники, они заявили, нас, ну, не пугает совершенно, мы не удивлены вот таким ростом, он естественный, и мы на него не собираемся отвечать. И, собственно, поэтому, поэтому именно вот на рынке трежерис США сохраняется этот отток. Если мы говорим про облигации остальных стран, возможно, если вы следите за новостями, у нас отреагировал ЕЦБ, заявил, что, напомнил инвесторам, что вот гибкость основной программы скупки активов, это, так называемая, пандемическая программа скупки активов, в нем есть гибкость, и, то есть, получается, если будет нужно, если будет нужно, можно будет перекинуть часть покупок на вот эти долгосрочные облигации и стабилизировать там доходность. Он это намекнул, поэтому инвесторы почувствовали комфортно оставшиеся, другие инвесторы пришли в бумаги, у нас доходность по немецким бандам, она снизилась. По Великобритании также такая ситуация, там более конкретные действия были от центральных банков, они прям напрямую начали говорить о том, что они будут, десятилетки, помогать скупать. Собственно, поэтому инвесторы обратно ринулись, плюс действие ЦБ, мы видим снижение. По ФРС совершенно не было на прошлой неделе вот этой необходимой реакции для того, чтобы успокоить рынки. Чиновники, представители отдельной ФРС заявили, что они не будут вмешиваться, не будут как-то воздействовать, пытаться корректировать вот этот тренд. Но рынок мы видим, да, он требует, происходит дальше рост, и доллар пока будет, у него будет пока оставаться поддержка, поддержка за счет этого, и я вот считаю, что до середины недели, пока Павлу, пока более подробные чиновники развернутый ответ не дадут, что же делать с этой доходностью, там, когда они будут ставки поднимать, ну, более-менее прозрачно начнут вести политику в плане коммуникации, объяснения своих действий, потому что пока там ничего не понятно, когда они хотят ставки повышать и так далее. Это все, это все ведет к тому, что инвесторы, ну, вот, полагаются, вот, есть вот этот моментум, есть отток, ну, его нужно преследовать, так как ФРС, ну, никаких действий не предпринимает. В общем, на этой неделе мы следим еще раз. В четверг основной акцент делаем на четверг, это будет выступление Павлова. К сожалению, у нас в экономическом календаре я что-то не вижу, вот, он будет вечером, да, получается, в Москве выступать, там будут комментарии, которые должны вот здесь разрешить вот эту ситуацию, потому что пока непонятно, остановилась она или нет. Так, значит, еще один момент, да, следует, который нужно вот понимать. У нас, когда вот эта доходность растет, там, это, по сути, ну, номинальная рыночная, да, вот, безрисковая ставка, да, доходность по 10-летним казначейским омлигациям. Это номинальная ставка на 10 лет. Собственно, смотрите, у нас номинальная ставка – это реальная ставка, да, и плюс инфляция. Это у нас как раз-таки является, это равно у нас номинальной ставке. Вот, собственно, когда у нас растет, вот, ай, да, вот, номинальная ставка, когда она растет, она, этот рост может быть вызван двумя компонентами, либо ростом реальной ставки, либо ростом инфляции, точнее, инфляционных ожиданий, да, будем так говорить, потому что, ну, рынки живут, еще живут инвесторы, вот. Вот, собственно, реальная ставка плюс инфляционные ожидания. И вот что интересно, даже вот, несмотря, несмотря на то, что мы с вами говорили, да, на прошлой неделе, если помните, что вот такой резкий рост доходности, он вызвал, да, он был катализатором снижения на фондовых рынках. На самом деле, на самом деле, если мы смотрим вот среднесрочную именно перспективу, а не вот краткосрочный ответ фондового рынка на вот такие движения на долговом рынке, если мы смотрим среднесрочную перспективу, есть вот такая замечательная картинка, вот, Морган Стэнли. Собственно, тут рассматривается движение, изменение, недельная динамика акций, фондовых активов и высокодоходных облигаций в ответ на то, как вот изменяется, в какую сторону меняется реальная процентная ставка и в какую сторону меняется инфляция. Еще раз, да, вот здесь запишем вот это уравнение, да, вот то, что реальная ставка плюс инфляционные, собственно, ожидания, у нас равняется номинальная ставка. Ну и вот, собственно, смотрите, мы здесь рассматриваем следующий момент. Мы хотим узнать, как у нас изменяется, как у нас реагируют в среднесрочной перспективе фондовые активы в ответ на изменение реальной ставки или изменение инфляционных ожиданий. И вот, собственно, тут у нас есть представители двух классов активов, MSCI, AACWI, это у нас, будем так говорить, индекс мирового рынка акций. Вот этот тикер, можно его, кстати, тоже отслеживать, он у нас, в принципе, показывает, как инвесторы относятся в данный момент к фондовому рынку, к рисковым активам, общий вот этот сантимент, да. По вот этому индексу, можно как раз таки отслеживать это. В общем, смотрите, мы рассматриваем с вами вот этот индекс и что мы видим. Когда у нас растет реальная ставка, да, вот получается вот здесь, когда у нас растет реальная ставка и когда у нас, собственно, растет инфляция, инфляционное ожидание, то совокупный эффект от этой комбинации, да, изменений, мы видим, что у нас для фондовых рынков эта комбинация несет положительный эффект. У нас фондовые рынки растут. И тут на этой картинке хорошо вот видно, что для каждой комбинации движений из-за реальной процентной ставки и инфляции есть некоторая динамика фондовых активов. Ну, в данном случае, да, это вот Average Weekly Return, это недельная, средненедельная доходность по фондовым максимумам. И вот так как сейчас, сейчас у нас на этот рост доходности Treasuries, он как раз-таки включает в себя рост как реальной ставки, так и инфляционных ожиданий, мы видим, что вот исторически, исторически это приводило к позитивной динамике фондового рынка в общем, в мире, в целом, да. Что касается у нас высокодоходных облигаций США, когда у нас как реальная ставка положительно изменялась, росла, и если у нас росла инфляция, ну, инфляционные ожидания, да, если быть точнее, потому что нас интересуют инфляционные ожидания, в совокупности это также у нас, как мы видим, давало позитивный эффект для доходности высокодоходных облигаций, да. То есть, по сути, у нас вот эти есть эффекты, которые вот на истории можно видеть, да. И поэтому, когда мы говорим о том, что несет в себе вот этот рост доходности, да, будет ли он дальше как бы давить на рынок, на самом деле, когда это происходит сильно и очень быстро, да, на фондовом рынке, это, если вырастает волатильность, да, получается, вот этого показателя, он начинает двигаться, изменчивость, да, его сильно растет, тогда, тогда это имеет негативное влияние на фондовый рынок. Если у нас растет, как при этом, вот если у нас в росте повышение вот этой номинальной петербургской выставки, там вот эти два компонента растут, как реальная ставка, так и инфляционное ожидание, это вот по истории для фондового рынка имеет, это имеет позитивный эффект, они у нас растут в ответ вот на такие изменения. Вот это нужно иметь в виду. Естественно, возникает вопрос, почему так происходит? Ну, понятное дело, когда у нас растет, как реальная ставка, так и инфляционное ожидание, это получается, что участники рынка, да, они ожидают рост, восстановление экономики, потому что реальная ставка в комбинации с инфляцией, да, это нам говорит о том, что растут как и цены, так и в какой-то мере там, ну, производительность, да, там растет еще что-то, и это вот как раз таки в комбинации, в комбинации нам дает позитивный эффект для рисковых активов, для фондовых рынок. Поэтому вот нужно иметь в виду, рассматривая вот этот показатель, если у нас происходят резкие вот такие бурные движения, вот, да, вот как здесь, вот здесь вот такие вот скачки, вот это действительно очень сильные, да, скачки, это вот за короткий, очень короткий промежуток времени у нас резко взлетает доходность, смотрите, да, когда у нас происходят именно, именно вот такие движения, тогда они имеют негативное влияние, отрицательное влияние имеют на рисковые активы. Когда у нас постепенно доходность растет, она не представляет угрозы для фондовых рынков, она не провоцирует этот доток, не провоцирует коррекцию. Собственно, если мы будем видеть вот этот постепенный, постепенный такой вот рост, да, с какими-то коррекциями, рост номинальных процентных ставок, мы будем говорить сами о том, что фондовым рынком ничего не угрожает. Это нужно иметь в виду. Значит, по макроэкономическим новостям хотелось вот пару моментов отметить. На прошлой неделе у нас в пятницу вышли потребительские расходы по инфляции потребительских расходов, простите, в США. Собственно, индекс от университета Мичиган с потребительским настроением оправдали оба прогноза, инфляция даже превзошла ожидания. В общем, хорошо у нас растет экономика. В феврале на этой неделе у нас целиком и полностью внимание все приковано к трудовой статистике в США. Во-первых, это у нас отчет EDP, который выходит в среду. Также необходимо сосредоточиться на следующем отчете. Он также у нас идет в среду. Это индекс активности в непроизводственной сфере в США от ICM. В этом индексе нас будет интересовать именно субиндекс, то есть компонент занятости. То есть данный индекс складывается из нескольких компонентов, среди которых также присутствует компонент занятости. Почему это важно? Потому что в комбинации показатели позволят нам подготовиться к отчету non-farm payrolls, который у нас будет в пятницу. Напомню, такой вот следующий момент есть. EDP у нас очень хорошо предсказывает спокойные во время роста, во время экспансии. Очень близко данный показатель с non-farm payrolls выход. Когда вот в кризис или какие-то вот такие неспокойные времена, тогда вот эти показатели, они обычно расходятся, там разные движения показывают. Когда более-менее все устаканивается, хорошо очень. Хорошую оценку дает EDP по росту рынка труда. Ну, собственно, вот мы видим, они у нас, ну, оценки одинаковые, да, рынок. Ну, ожидает, что по EDP ожидает, примерно так же ожидает и полный фарм payrolls. А по индексу вот этой активности, вот в этом показателе, вот ICM, я напомню, 70% населения в США работоспособного, да, они заняты в сфере услуг, поэтому компонент занятости, он очень хорошо, четко показывает, что там вот происходит с занятостью. Более увеличили ли найм работодатели, снизили ли найм, да, были увольнения или нет. Поэтому, если у нас будет здесь какой-то позитивный сюрприз, если у нас будет тут 60 там пунктов условно и компонентам показывать что-то типа 65, вполне это возможно, тут здесь можно спокойно ждать позитивный сюрприз. Это, опять же, риск он, это спрос на риск, расположенность к риску по фондовым рынкам, это у нас потенциальный толчок вверх. Вот на это нужно ориентироваться. Я вот вижу в экономическом календаре только вот здесь какую-то активную, среднешнюю, вот на этих вот отчетах. На них нам нужно как раз-таки фокусироваться. Значит, по фискальному, по бюджетному импульсу. У нас Конгресс торопится с одобрением нового бюджетного вот этого импульса. В Нижней Палате, то есть Палате представителей уже одобрили вот это предложение Байдена на почти 2 триллиона долларов. Естественно, никто из республиканцев не проголосовал за, но их голоса как бы не нужны были, потому что большинство в Палате представителей у демократов, но и в Конгрессе тоже не возникнет никаких препятствий, не смогут заниматься абстракционизмом республиканцы, потому что решающее право голоса все-таки за демократическим представителем, за Камага Харрис будет, поэтому они смогут склонить голосование по стимулам демократов в свою пользу и одобрить его. Нужно иметь в виду, вот когда ориентироваться на вот этот буст, да, вот здесь в рисковых активах, он уже в принципе сейчас начался, да, мы видим. Вот, собственно, когда ориентироваться на движение? У нас, смотрите, вот эти основные программы, основные программы расширенной соцзащиты, вот эти пособия безработицы, выплаты какие-то и так далее, они все истекают в США 14 марта. То есть Конгрессу нужно успеть до 14 марта вот принять новые стимулы, чтобы вот гладко, да, все было. Ну и, собственно, понятное дело, у нас будет постепенный рост, я считаю, и вот ближе-ближе уже получается к 14 марта пойдет какая-то бежуха, пойдет какая-то активность. Вот, собственно, на эту дату мы ориентируемся, видно, да, то, что у нас сейчас щупают вот здесь платформу фьючерс на S500, да, мы рассматриваем на 3850. Щупают они здесь платформу, и я на самом деле считаю, что вот это сегодня открытие очень сильное по фьючерсам, оно вот многое говорит, что рынки, как раз-таки настроены на неделю-две до принятия стимулов, да, видеть какие-то позитивные заголовки, быстрое одобрение, и это вот отличный рыночный повод для того, чтобы наладить страли, потому что, ну, очень быстро все так получилось, потому что демократы одобрили новый пакет поддержки в субботу. как я уже сказал, да, 14 марта, вот, ближе к этой дате ориентируемся на какое-то хорошее движение вверх. Так, еще что нужно иметь по данной программе, основная деталь ее, вот этого пакета стимулов, там будут стимулирующие выплаты по 1400 долларов на человека, чей доход ниже 75 тысяч долларов в год, а таких очень много в США, вот, и, естественно, добрая-добрая доля этих денег, она как раз-таки утечет на фондовый рынок, как это было в прошлый раз, в прошлые раунды стимулирования приводили к тому, что люди вот эти стимулирующие выплаты брали и просто складывали, вкладывали в рынок. Ну, благо, понятное дело, у нас вот такая вот динамика, да, которая притягивает просто всех новичков и опытных, очень трудно этому, собственно, противостоять, и вот ожидание вот этого грядущего позитивного шока в розничных инвестициях, они также толкают биржевые индексы вверх, и они, ну, по крайней мере, они не дают им сильно скорректироваться, да, потому что, ну, можно видеть, да, что у нас здесь очень-очень происходит короткие коррекции, нет никакого-то затяжного движения, всё вот здесь, ну, ограничивается недели, там, может быть, даже меньше, несколькими днями. Вот, собственно, у нас сейчас ожидание, основа для ожиданий, которые формируются, это какие-то позитивные катализаторы, да, которые есть. Вот из этого нужно, собственно, исходить и, вот, ориентироваться, на мой взгляд, на покупки. И пока хорошо вот индекс скорректироваться, да, возможно, стоит, ну, рассматривать это как отличную возможность для каких-то покупок компаний, которые вам нравятся. Вот, собственно, на этом у меня всё. Я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы окон, пожалуйста, под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам это видео понравилось, либо посчитали его полезным. На этом у меня всё. Всего доброго. Торгуйте в рот.